Конституция независимого Кыргызстана. Я хочу поприветствовать вас и поздравить. Когда принимали первую конституцию, я была причастна прямым образом. Если можно сказать, даже у нас такой техники, как сейчас, не было. Микрофон был один, за который выходили старшие поколения, помнят. И чуть ли не на глубокой ночи обсуждали с криками, каким должен быть независимый Кыргызстан. Во-первых, определено было, какой должна быть наша страна. И первые статьи как раз и начинаются с того, что демократия для Кыргызстана – это необходимость того времени. В той ситуации, когда мы вышли из рамок Советского Союза, после распития сорокового чая тремя руководителями славянских государств, объявление ими о том, что эти государства выходят не только из Беловежской пущи, но и из состава Советского Союза. До этого три прибалтийских государства, которые входили в состав Советского Союза, объявили об этом. И получается, из огромного Советского Союза остаются в таком непонятном состоянии те республики, которые обитают в Закавказье, Молдове и наши Центрально-Азиатские республики. Одним из первых, осознав это, что мы уже подошли к порогу, когда нужно определять свою судьбу, судьбу своего народа и будущего нашего государства, мы приняли декларацию, как вам известно. В прошлом году, 31 августа, отметили 31-ю годовщину нашей независимости, так будем говорить. Ну, декларация это типа... Декларация это всего лишь мы объявили о своей независимости и о суверенитете. А Конституция, я позволю себе такое сравнение, это документ, который свидетельствует, что в этой стране какой строй, какой путь, ну и что за государство, какие правовые принципы он культивирует и по какому пути намерен идти дальше. И это вот все было обсуждено. Я возглавляла в тот период, так называемом, в легендарном парламенте постоянную комиссию, то, что называется сегодня комитетом по вопросам законодательства, законности и правопорядка. И согласно регламенту, принятому Джорку Кенешем, тот Джорк Кенеш отличался от бывших советских парламентов и от нынешних даже я еще скажу, потому что впервые была процедура альтернативных выборов внесена в жизнь нашего государства. Из 350 депутатов половина ровно были выдвинуты от коммунистической партии Киргизской СССР, а половина представляли народ. И это все называлось народные депутаты. Народ в таком виде. Трудовые коллективы выдвигали, колхозы, совхозы, общественные организации, предприятия могли собраться в коллективе и представить свою кандидатуру. И эта кандидатура или этот человек выступал на выборах, оппонируя с представителем коммунистической партии. И да будет вам всем известно, что я была избрана как кандидата трудового коллектива. Прижевальский электротехнический завод, я помню, вызвинул меня кандидатом депутата. В то время я находилась в командировке в Москве. И мне звонят рано утром и говорят, мы осветлили кандидатом депутата. Я не могу понять, как это могло быть. Я говорю, а вы с партией-то согласовали? Я понимаю, неоднозначное внимание ко мне, к вам партии. С вашего позволения, вот приветствую. Хорошо, я уйду сейчас, поэтому я тороплюсь вам сказать сразу и приветствую. А мы вам дадим первой части? Ну я не знаю, вот эта чопорность, вот эта помпезность меня удивляет. Я все-таки скажу, с высоты своего возраста, позвольте это сказать. Я сейчас не государственный деятель, сижу дома. С 2010 года, когда ворвалась в нашу жизнь... Что, как то, что она, извините, просто... Хорошо, ладно, я могу уйти тогда. Желаю всем вам успехов в конституционном строительстве. Конституционное поле сейчас засорено. Но, единственное, я скажу, вот вы мне представили документы, которые я принесла. И с пристрастием я вам принесла еще на поле вот такие документы, которые именуются Конституцией. Шопан Трусовна, у меня все-таки к вам большая просьба, чтобы вы остались, потому что мы для вас выделяли... Тридцать минут мы вас выделяли. ...на поле правосудия тоже в бардак. Хотите, пожалуйста, еще скажите? Хорошо, тогда, уважаемые коллеги... ...представлять, кто из себя представляет, что герои, которые подписывали законы, являются сиденьями дома. Спасибо вам. Вот, пожалуйста, Конституция 93-го года. Посмотрите, она изношенная на ней. С ней я работала в конституционном суде и работала 24 марта 2005 года, когда состоялся побег Акаева, вы помните? Когда не было у нас исполнительной законодательной власти. Одна судебная власть оказалась правомочной. И Конституционный суд, выполняя свой долг как инструмент обеспечения равновесия между тремя судебными ветвями власти, ко мне пришел Алманбек Атамбаев и объявил. Он улетел. Кто улетел? Ну, известно. А до этого я три часа в приемной у Акаева стояла, чтобы зайти ему и сказать, выйдите и скажите народу, пойдете или не пойдете на выборы. Скажите, не пойду, и народ успокоится и будет жить дальше в соответствии с этой Конституцией. Однако этого не состоялось. Танаев подал до этого в отставку. Весь состав правительства ушел в отставку. Старый парламент, который, вернее, прежний парламент, который действовал, они объявили, еще не объявили о последнем заседании, но фактически перестали работать. Новый, не приведен к присяге, еще не работает. Осталась одна судебная ветвь власти. О значении Конституции я хочу сказать. Сейчас к ней обращаются беспардонно. В 2010 году в чем вина этой Конституции? Да, я слышу, очень много введителей изменений. И предлагают следовать примеру Америки. Американская Конституция претерпела 21 изменения. Во-первых. Во-вторых, Кыргызстан унитарное государство. Соединенные Штаты. 50 штатов, каждый штат имеет свою Конституцию. И на основании договора, который они заключили между собой, принята Конституция Америки. Соединенных Штатов Америки. Но это же не монумент, который не подлежит какому-то там коррекции. Жизнь-то течет. За эти годы сколько достижений и прорег было в нашей жизни. Обратитесь к народу. Обсуждения говорят. Выступят трое бывших моих коллег, которые занимались проблемами криминологии, криминалистики. Даже, наверное, цивильным правом не занимались. Не то, что о государственных строительстве речь идет. А в Конституции это инструмент, как вот, ну с чем сравнить? Дом строите. Если не будет фундамент устойчивый, то навряд ли это строение будет вечным. А мы постоянно из Конституции начинаем игрушку строить. Привлекаем внимание народа до конца. И ясно никто ничего не говорит. И клещет Конституцию 93-го. Вот много изменений. Да, были изменения. Я скажу почему. Кому-то вздумалось двухпалатную систему ввести в джорку кенеш. Изменения были. Полномочия распределяли. Разрушена была та конструкция, которая была изначально в ней написана. О заключении есть экспертов, в чем непригодна оказалась для дальнейшей жизни Конституции 93-го года. Я таких заключений до сих пор не видела и не слышала. Ни о международном уровне кто-то бы критиковал. Да, все приходили, любовались к Кыргызстанам, островов демократии. С 93-го года меня отлучили от законодательной работы. Посадили в Конституционный суд, дали чистые лист бумаги. Вот, ну, прощается на Кыргызстан, вырвали все ингредиенты. Хорошо. Конституционный суд не воздвигли, а сделали так, что Конституционный суд функционировал. Приезжали к нам из-за границы близлежащие соседи, я без всякого, это, как говорят, схвастовства скажу, учились. Конференции проводили, полные залы, где только можно. Я помню, проводили конференции с присутствием делегаций из других стран в филармонии. Вы представляете, какую значимость представляли? Приглашены были представители населения нашего, народ. Он должен принимать участие в законотворчестве. Обсуждением. Сейчас я дома сижу и оппонирую телевизором. Вот депутаты убежали, я их ругаю. Спасибо вам. Это вот старые друзья мои будут, бывайте, по демократии. Я их ругаю. Вот когда они начинают там вот эту бузу разводить, я сижу и я без инструмента. С 10-го года я отстранена от всего. Меня нет в стране. Вот спасибо вам, что вы пригласили. Я имею возможность тем, кто озабочен проблемой конституционности и конституционализма, присутствуют и озабоченные лица, я вижу. Давайте разберемся, какая из этих конституций действует. Давайте разберемся. Хорошо. Приняли конституцию. Вот смотрите, Академия выпускает эту конституцию. Там подпись есть от Амбаева, по-моему, да? А вот в этой даже подписи никакой нет. Пожалуйста. Где-то выпустили, и это вродит среди народа. Полная бесконтрольность и анархия. И мы хотим правопорядка, чтобы была основана на этой конституции. В законодательстве было обеспечено, и хотим правосудие, которым судья руководствуются вот этим основным законом. Потому что то положение, что конституция является основным законом и имеет высшую юридическую силу, никто не отменял. Что на основании конституции должны будут приниматься все решения, которые принимают властные структуры. Начиная от указов президента законов Джоурка Кенеша до решений органов на местном уровне. Айлат Матю. А там непонятно что. Новости читаешь, и начинается такая чехарда, что у юриста у меня голова кругом идет. Я уж не говорю о простом гражданине. Я не знаю, Вещабай, Тещабай, Иван или Сидор. И в конце концов, когда-нибудь мы наведем порядок, а хотим все быть такими, как Америка. Если вы дырявые джинсы одели, вы никогда не будете американцами. И никогда вас не назовут ими. В Америке отсутствует понятие «моя страна, мой народ». Понимаете? Ответственность за судьбу своего народа и за судьбу своей страны. Там, вы знаете, нас приучили подкупать любые голоса. За что хотите? И когда говорят депутаты здесь, вот мы готовы, приходите к нам с вами сотрудничать. Они должны служить же народу, а не делать лапку, в которой можно поторговаться и что-то там решить. В обсуждении должен народ принимать участие. Проекты законов, важных для государства и проект Конституции, публиковался в таких газетах, в тех, кем то. Первое время, да, Советы Конституции, Советская Киргизия, все здания, которые на тот момент работали, заинтересованы, все это печатали. Сейчас каждый печатает свое. Ты, мол, выбери, это называется демократия. Так, прежде чем выбрать, даже если товар, то его достоинства и недостатки же говорят. Хорошо, недостатки опустим. Достоинства. Так? Характеристики говорят, белое, черное, там, какими-то нитками прошитые, это прочность, ну, все это то, что называется сок. А народу вы что предложили? Я бы спросила у депутатов. Вышли, один из моих коллег дошел до академической лавки, второй там сидит рядом с президентом, советует что-то. Депутатам зайти невозможно, отберховный суд зайти невозможно, я на себе испытала, приходишь туда, молодежь-то не знает меня в лицо, это старики знают, я иду по улице, а, челпон, глыбный лата, и начинают претензии. Семь депутат вторым, семь прокурору, семь инсоттором. Вот такие претензии я имею. Но я рада тому, что я свободно иду по улице, я обладатель истинной свободы. Понимаете, и слово, и то, что называется независимость, ни от кого. Никого не задеваю, со своей независимостью иду, и думаю, что хочу. А высказаться, с десятого года из всех протоколов вычеркнуто, если вы обратите внимание, показывает легендарный парламент, меня даже оттуда вырезали. Видимо, я кому-то не фон порчу, я так думаю, наверное. Кто просто приходит и начинает, да здравствует, ура, я кыргыз, я патриот. А что за этим стоит? Кыргыз, как государство, образующий народ или национальность. Мы ответственны за всех, за каждого, кто рядом с нами проживает, независимо от национальной принадлежности. В этой конституции было написано и о языке, и о всех национальных наших традициях. Да, это была просто формулировка. Про религию скажем, что мы в выборе свободны. На улице выйдете, облик кыргызских женщин как извращен. Во что превратили? Женщины кыргызстана никогда не замасывали свое лицо. При этом одеяние горцы, кочевники, проживающие среди гор, не могли бы даже на коня взойти. А женщина кыргызстана гордая, обитательница этих гор, колыбель на лошади сажала и воспитывала, потому что из одного пальбища на другое. Причем не вытаптывали так, вот этими полиэтиленными бумажками и всякой ерундой. Не заботитесь об этом. Это ответственное отношение к природе, потому что мы находимся в объятии природы, которая нас содержит даже. Тысячелетнюю историю прочитайте. Кыргызстан использовала всем поколения родственников для того, чтобы в чистоте содержать кровь кыргызскую, чтобы не было у нас природных извращений. Мизецы к ним не было солнцем, железя еще не было высота и захватывания. tea Мы им не нужны за границей, в любой стране, в России же, в той же Америке. Туда едет трудоспособная часть населения, которая строит, должна и созидать наше будущее. А будущее у нас каждый день дома, в виде наших детей, внуков, правнуков у меня уже. На конституционном поле нужно... И те человеки на клочке земли стараются навести порядок, сорняк убрать и что-то полезное сделать. Но неужели у нас сил не хватит для того, чтобы это отъедать? Мы должны сказать что в этой манасте и усын, что еще не нужно. Все же говорят что в 40-х городе. В 40-х городе, в 40-х городе, у меня еще не дадут. Ага, но мы еще не говорим, не говорим. В этом материале вы перечисляете такие вещи, оказывается, первая конституция несколько раз отменялась и восстанавливалась. Принята новая редакция Девятас Морозовича. Какая редакция? Первая конституция в 2010 году. Отшвырнули и все. Почему? Я вам отвечу. Да потому что этот документ обвинял их в неконституционных, их незаконных действиях. 24 марта 2005 года, когда Атамбаев пришел ко мне, полный двор конституционного суда, людей, которых он привел. Зачем ты пришел? А кому идти? Я говорю, он убежал, президент. Парламента нет, правительства нет. Вы должны решать. Хорошо? Стало, делая эту конституцию, подмышку, жена, молдов, хранкултона, налдадо, мэндээх кузен бэйтбэйтбэйтбэйтбэйтбэйтбэйтбэйтбэйтбэйтдэйтбэйтбэйтбэйтэйтэй. В 12-э看ационных суда, которые? Люди, в городе, санал арту самбората, то что, хуроут шел вен. Я лично власти, пострадавшихся, в Leadership и Уголовный Кодекс, стояк и в тал Shallow. Если бы было много хороших, то были бы речь. Нам бы не было. Ветхинах что с президентом, в Ковальском, в Ковальском, не было бы вернуться. У нас же было бы ordinary. У них были дыры, так я пришел. Если бы это было, то было бы так. Ну а это было точнее, что меня было за большой часть-то. Может быть в таком частности под говорится, члены на Нагазан, я тебя не сказал, что я differences. Когда я вышла бы европейской стороны, я вам обнаружила,cuо есть три часа, и я пойду его. Это было бы не было. Я не знаю, может быть, это было бы. В комнате, где охрана Акаевская сидит, я села и взяла за голову. Хоть бы один мужчина подошел, стоящий, герои эти, которые с лампасами ходят и сейчас разворачивают грудь и хотят еще что-то там, наверное, получить. Блёдёк. Один на один осталось лицом к лицу. Ситуация, когда у нас политический кризис. Будущее нашей страны на острие ножа. Быть Кыргызстану независимым или что дальше будет так? В общем, то, что конституционный барактар и привожу в порядок мысли. Я все-таки надеюсь, что Акаев, наверное, вернется. В Казахстан поехал. Думаю, этот на сутана Абишевич, наверное, Аксакал, да, без ерунда. Барвину давать, а РВКНДС. Вдруг я, конечно, приняла меры, чтобы границы были охраняемы. Штабы позвонили, я сказала, смотрите, чтобы муха не прилетела. Всех поднимите на ноги, штатных и нештатных. Друзья, некоторые, которые в башкаларным барын, тегесные, турызглада, бирок отылвасын. О, пацанар барын, башкан, джиннгельгенган айтсатам, а чуланганман. А азур сураса, кантим, чулан-каленгерсэм, я бельбейм. Что-то интересно, на чём Рахмат? Нет в власти, скажу. Почему Бакиев оказался в власти? Потому что, когда я задала вопрос, где Атамбаев его нет, кто возглавлял оппозицию? Это уже в полночи идёт дело. Привели Бакиева, потому что сказала, живым или мелким его приведите. Как же это было? И мне было Атамбаево, который был здесь, там их живут, а там их живут. А когда я был в Бакиево, я был в Бакиево, и мне было в Бакиево, там их живут, а там их живут. Адзират Койкторман. А раз Атамбаева никаких нет, я других сподвижников Атамбаев, вы помните, от Атамбаева, Тетебаев, и Бек Назаров. Их нет никого. И пришлось работать с этим представителем. По телевидению ко всем обратиться. А потом чрезвычайную сессию Диор Кукинешев созвать, последнюю, наверное, когда они должны были решать судьбу нашего народа. Потому что в Конституции написано, премьер может исполнять обязанности президента. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, можно вас, пожалуйста, пригласить рядом с Адаханом Кенсамбайчем? Да, и я сюда сяду с вашего позволения. Уважаемые участники Круглого стола, мы с вами обсуждаем, что же происходит с Конституцией с нами, почему многострадальная Конституция уже девятый или десятый раз меняется, а жизнь продолжает идти тем же депом, в том же направлении и с тем же результатом. Вчера буквально официально озвучили, что количество выехавших за пределы республики граждан на заработки превысило полтора миллиона. Это очень плохо. Из трех миллионов 500 тысяч взрослого населения полтора миллиона выехало на заработки. Я думаю, это не от хорошей жизни. И к хорошему это не приведет. Я участвовал с 2000 года практически во всех конституционных преобразованиях, за исключением Конституции 2018 года, мы принимали, да, но с 2017 года референдум я в нем не принимал участия. И вот последние нынешние Конституции, вернее, текст Конституции, который в нем был референдум, я не принимал участия. Могу лишь сказать свое мнение. Я не хочу вдаваться в подробности содержания Конституции, но мне, думается, многие наши проблемы возникли из-за излишней детализации в основном законе страны. Вот яркий пример. Представление фракции «Петон Кыргызстан» о том, что премьер-министра надо освободить за то, что он не выполняет прямую, простую, четкую норму Конституции, что пособия должны быть не ниже прожиточного минимума. Казалось бы, первокурсник юрист скажет, ну, раз написано в Конституции, он обязан этого делать, не может входить. Нет почему-то правительства. При отсутствии спора, противоречия того или иного нормативного акта, или постановления Джорг Кэш, или закона, обращается в Конституционный суд, и Конституционный суд говорит, ну, это всего-навсего предположение, это намерение. Такого не может быть. В Конституции должно быть четко и ясно. Поэтому, может быть, тогда не надо было эту детализацию писать, а отразить ее в нормативных актах, ну, скажем, в законе, в зависимости от ситуации. Раньше, вот что Панадин говорит, в Конституции было слово при возможности государства достичь там прожиточного минимума. Слово было такое. Потом она постепенно исчезла, а в 2020 году надо было население как-то привлечь, сказали, мы вам обещаем с принятием новой Конституции минимум прожиточный обеспечить. Каждому пенсионеру, каждому, кто получает пособие. Это не выполнено, потому что одно дело заявить на выборах, другое дело исполнить его в жизни. Деньги нужны. Денег, хотя и руководитель правительства говорит, что много, их не хватает. Это, в принципе, природа денег такова. Я думаю, мы должны идти по пути либо сокращения четких, простых, грубовато, может быть, хозяйственных норм Конституции и перейти по принципу, скажем, той же декларации независимости Соединенных Штатов. И, ну, как в Англии, я не предложу, мы привыкли к Конституции. Отказаться от Конституции мы не можем, потому что это основной документ должен хотя бы излагать принципы, как устроено государство, как оно будет существовать и ради чего оно будет стремиться. Какие есть моральные ценности, какие культурные ценности, обозначить. Но у нас конституционное преобразование практически всегда заканчивается разделением полномочий между президентом, между правительством и между парламентом. Вот основной камень преткновения. Сегодня в Конституции есть гораздо простая форма, скажем, объявление импичмента президенту озвучено так, что за совершение преступления. Раньше было тяжкое преступление. Сегодня любое преступление. Но недолгая музыка играла, как говорится, мы в законе недавно принятом очень усложненную форму приняли. То есть практически на ней свели эту норму. В парламенте я имею в виду. Потому что все законы такого характера нам спускаются сверху. Когда мои коллеги говорят, что они готовы к сотрудничеству, надо предполагать готовы к сотрудничеству люди, занимающие депутатские места. А сотрудничество должно исходить от тех, кто решает. А решает администрация и правительство решает. Один реальный власть имеет, другой деньги имеет. Парламент постепенно превращается в инструмент, который утверждает те или иные документы, которые нам нужны. Нарушение конституционных норм, существующих законов, стало нормой. В прошлом году начинают утверждение, хотя власть имеет подавляющее большинство в парламенте, тем не менее демонстративное нарушение тех или иных законов стало как-то нормой, что ли, или показать другим. Поэтому, наверное, нам надо, если мы хотим помочь построить правовое государство, надо посмотреть, убрать лишнюю дизитализацию. Скажем, опять же, тот же Курултай. Четко и ясно написано, Курултай собирается в соответствии с конституционным законом, точка. Нигде не написано, что в случае отсутствия закона президент может созвать. И вот представление фракции от аджута незаконности этого указа не рассматривается. В то же время обращение Ахлбековича, простое обращение рассматривается сиюминутно. То есть, к большому сожалению, Конституционный суд продолжает оставаться орудием, который используется в таких ситуациях. Ну, какая же вера в правосудие там или может быть существовать? Когда судья принимает решение, которым даже много ошибок, за которые можно увольнять их. Поэтому, наверное, давайте, если наш круглый стол будет работать в отношении самой Конституции, как ее устроить, как она должна стать такой, чтобы она работала, двусмысленность не вызывала, чтобы каждый, кому не лень, а я вот так вижу. Яркий пример. В прошлом году, когда мы выступали против принятия ряда законов, мы сказали, в Конституции нет этой нормы, вернее, в законах нет этой нормы. Нам что отвечать на принятых? В Конституции написано же принимать, значит мы принимаем большинство подождите, регламент, говорят, что должно быть то-то, то-то. Нет, в регламенте это начали. Конституция прямого действия. Кто-то их научил говорить так. Сегодня, когда мы им говорим Конституция прямого действия, вы же говорили, нет, там в регламенте написано, так нельзя. Нас же, как говорится, этим же аргументом. Поэтому давайте подобные встречи нужно проводить. И коль скоро представители правящих фракции, ну формально правящих фракций, предложили сотрудничество, хватайте организаторам, я хотел бы сказать, хватайте их за язык, пускай обеспечивают зал, пускай обеспечивают возможность, и споры будут там в стенах парламента. Парламент для того существует, у него осталось не так уж много функций. И дальше продолжать эту работу в стенах парламента, но при этом каждый обладает своей самостоятельностью. Это будет тоже, полезным, а если откажут, тогда будет понятно, что это был просто дипломатический реверанс, его воспринимать не стоит. Это очередной поклон общественности. Поэтому, уважаемые дамы и господа, друзья, товарищи, я желаю вам успехов, и хочу, чтобы результаты нашего обсуждения, вашего, как специалиста обсуждения, послужили делу порядочнее конституционных принципов нашей республики. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОР АПЛОДИСМЕНТОР Спасибо вам большое. Один из системных деятелей, спикером порядки передается руководителю правовой клиники Азилет. Действующее по смыслу, смысловое содержание этого слова, это значит от слова действенное. А вот уже Адахан Кимсаббач многие как бы спикеры говорили о том, что вы знаете, уважения к конституции нет, и я думаю, что во многом это связано не только потому, что мы 10 раз в нее вносили изменения, а потому, что у нас конституция и народ живут, вы знаете, в параллельных мирах, потому, что у нас на самом деле конституция это некая декларация, которая на практике никогда не работает, потому, что фактически у народа нет возможности в соответствии с этой конституцией защитить свои права. И, собственно, тема моего сегодняшнего выступления она связана с моей работой, она связана с правозащитной работой, но предваряя я просто хочу сказать, что я не совсем согласна с тем, что вот депутаты уважаемые, я не помню, Атазов или кто-то сказал, что значит, что у них претензии к экспертному сообществу и гражданскому сообществу, что где раз народ большинством голосов предпочел эту конституцию, да, то надо с этим согласиться, нам нужна стабильность и вообще все ваши замечания и предложения должны были звучать до того как. Так вот, я могу, вот я точно могу сказать, что правовая клиника Аделет, мы до того как вносили, самый обширный анализ был предоставлен нами в письменном виде и как конституционному совещанию, так и всем руководителям государством. На тот момент они были еще как бы не совсем до конца легитимные, да, но на самом деле это было и в публичное пространство это тоже. Мы неоднократно пробовали достучаться до народа, да, но, к сожалению, все-таки референдум прошел, вот, приняли, что есть и теперь насколько принятая Конституция, насколько какие будут, насколько тот конструкт, который прописан в этой Конституции, как он, влияет ли он сегодня на нынешнее состояние и каковы будут правовые последствия на будущее. И, безусловно, я буду говорить это с точки зрения правозащитника, то есть с точки зрения именно возможности защищать свои права в государственных институтах, в судах, прокуратуре и так далее, да. Вот, но время моего выступления оно ограничено и, безусловно, на эту тему можно говорить очень и очень долго, но я просто с собой принесла вот эту публикацию, да, она буквально два месяца назад вышла, это обзор соблюдения гражданских политических прав, в Кыргызской республике в 22-м году, то есть и здесь содержится все, все то, о чем мы, собственно, о чем будет мое выступление, причем на примере конкретных фактов, на примере конкретных кейсов, на примере конкретных законов. Я принесла несколько экземпляров, но для тех, кому они не достанутся, да, я могу сказать, что на сайте правовой клиники Аделет, вы эту публикацию можете найти. 3w. Аделет Кейджи вы можете эту публикацию найти в электронном формате. Поэтому я позволю себе, меня всегда интересует, как бы, я человек прагматичный, поэтому я постараюсь мазками остановиться на том, что больше всего меня в настоящее время очень сильно беспокоит, и то, что я считаю, будет иметь просто страшные катастрофические последствия для страны. И поэтому я остановлюсь на внутренних и внешних факторах, которые влияют на сужение гражданского, на сужение демократического пространства в Крыльевской Республике. Я не буду этот факт доказывать, я здесь уверена, что многие с этим согласятся, что это факт, который не требует доказательства, потому что по всем индикаторам у нас идет не просто стагнация, у нас идет страшный откат назад, вот вчера был день, посвященный, например, свободной прессе, 3 мая, и вот опубликовали, значит, международники опубликовали рейтинг Кыргызстана за один год, за 22, да, мы потеряли 50, это впервые, чтобы за один год мы опустились на 50 строчек, ну обычно это 10 строчек, и то это было ЧП, да, а 50 это вообще просто ужас, и то есть мы на сегодняшний день занимаем просто, мы в конце списка, по уровню свободы слова, вот, 122, да, поэтому аналогичная ситуация по сужению гражданского, демократического пространства для сектора неправительственных организаций, я уж не говорю о правоприменительной практике, и так, внешний и внутренний фактор, первый, конечно, это правовой, вот здесь уже говорилось о том, что принятие Конституции в 21 году, а Конституция это тот конструкт, да, на который нанизываются все остальные кирпичики, да, так вот, безусловно, тренд был выбран на монополизацию власти в одних руках, причем та администрация, которая пришла и которая шла под этим лозунгом изменения Конституции, они не брали на тот момент, они честно сказали, хватит нам вот этой парламентской страны, хватит нам вот этого разброда и шатаний, мы хотим сильную президентскую власть, мы будем менять форму правления, да, то есть от президентской, от парламентской мы будем переходить в президентскую, в своем анализе на тот момент мы сказали, в принципе, я не являюсь ярой такой противницей президентской формы правления, да, очень многие страны вполне успешны, вполне демократичны, да, они являются президентскими, все зависит от того, как распределяется вот именно тот баланс ветвей власти, если при президентской форме правления есть независимая судебная система, да, если органы исполнительной власти подконтрольны парламенту, да, и есть контрольные очень сильные функции и полномочия у парламента, то, в принципе, эта система достаточно успешная и она нормально работающая. Вообще, я считаю, что, ну, не бывает, я в этом смысле согласна, что под Турсунной, не бывает идеальных конституций, вот та же самая американская, все-таки 21 изменения в нее вносились, и это не проблема. Проблема заключается в том, как положение этой конституции будет распаковываться в законодательстве. Сразу после, сразу после принятия этой конституции, да, будучи прагматичными людьми, мы согласились, ну, ладно, ну, приняли эту конституцию, хорошо, будем жить и уважать основной закон страны. Начался процесс инвентаризации. Значит, процесс инвентаризации, это они объявили 350 законов, мы хотим сразу на утрату подать, да, в течение, там, трех месяцев они объявили, да, и потом будем создавать новые законы. Как бы не критиковали гражданский сектор, тем не менее, гражданский сектор смог затормозить этот процесс. мы до сих пор находимся в процессе инвентаризации государства, то есть законодательства, то есть приведение в соответствие законов. Но качество тех законов, которые инициируются, это просто ужас, потому что не соблюдаются регламенты и процедуры. В трех чтениях, без представления экспертных заключений, либо очень, как вам сказать, формальные заключения. Продвигается, например, закон абсолютно коррупционный, да, вот закон, например, о легализации доходов, это просто катастрофический закон, или закон о, то есть закон о добровольном декларировании доходов физических и юридических лиц, да, это абсолютно коррупционный закон, более того, это закон, который фактически легализует криминал. Я поэтому с самого начала сказала, если вы примете этот закон, вы можете похоронить, вначале похороните уголовный кодекс, потому что смысла нет расследовать бандитизм, да, а потом, значит, доходы от этого бандитизма ты можешь спокойно декларировать. Это бессмыслица просто. Вот, или доход, или закон о госзакупках, это абсолютно коррупционный закон, но самое интересное в экспертных заключениях представленных говорится, вы знаете, все нормально, да, никаких коррупционных рисков не видим и так далее, и спокойно это принимается, потому что такой состав и расклад внутри Джоргу Кенеша. Вот, поэтому, вот, вы знаете, то есть тот конструкт, который был заложен, мы могли бы его исправить через принятие законов, которые могли бы как бы стабилизировать, но тот массив законодательства, который мы видим, он просто ужасный. Поэтому, и, честно говоря, перспектив, что эта ситуация изменится, я не вижу, потому что я вижу, каков уровень обсуждений в ЖК. я, конечно, так вам сказать, весьма сочувствую сидящим здесь депутатам, которые в меньшинстве, которые, несмотря на свою обреченность, постоянно, тем не менее, подают голоса и говорят, айту рамес, калуатасынер, но тем не менее, да, вот это все проходит. Мы видим, как через законодательство, да, все более и более, вот эта монополизация в одних руках власти, да, оно дальше и дальше, вот возьмем, ну вот последнее, то есть, как отстранили инструмент парламентского контроля над ситуацией в области прав человека, да, Атыра Драхматова. Дело не в Атыре и вообще не в персональных, понимаете? Дело не в нашем отношении к Атыре, что вот она женщина, там, молодая, на что, часто делают эти, как вам сказать, дело не в этом, дело вообще в сохранении независимости этого института, дело в принципе. Если парламент, ну, они сами уже, как бы, уже, я не знаю, как еще надо от своей независимости бесконечно отказываться. Вы знаете, вот, я просто поражаюсь, от контрольных функций, когда отказываются. Это, это просто ужасно. Вот, вот последний, самый яркий пример. Это, конечно, противоречит, как, 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 конституции, это противоречит, законодательство, это противоречит, в том числе, международным, там, парижским стандартам в области независимости института омбудсмана. Отстранение не должно быть таким образом. Нам парламентарии всегда говорят, вот, когда говорят Джорг Кенеш, Гетсин, Тарасын и так далее, да, парламент всегда депутаты, они всегда говорят, Джорг, уважаемые избиратели, вы должны научиться ответственности, ответственному выбору. Безли, шайля до нарву, без челга. Вот, чедавла, это ответственность за ваш голос. Но аналогично в отношении к себе, самим, родным, почему вы не демонстрируете то же самое ответственность? Вы избрали, на пять лет избирается омбудсман. Степень защищенности по закону у омбудсмана аналогичная, как у депутатов. Понимаете? Потому что он, он орган парламента, поэтому он аналогично должен быть таким же независимым, как парламентарий. Но в отношении себя любимых, да, вот эта ответственность не срабатывает. Ну, это психология, да, каждый человек всегда хочет быть как можно менее ответственным, но призывать к ответственности всех окружающих. Так вот, значит, и мы видим, что вот это через законодательство, вот эта монополизация власти в одних руках, она усиливается. Вот в настоящее время другая фишка в области законотворчества, почему я так часто, почему я делаю акцент именно на законодательстве, потому что, что есть законопроект? Законопроект, это фактически наше с вами будущее. прочитав законопроект, ты увидишь, что тебя ожидает в будущем, и ты увидишь на самом деле, чего хотят разработчики. Так вот, я могу сказать, что разработчики в 80% случаев, вот сколько, наверное, ни одна организация не сделала столько анализов и экспертиз законов, вот за прошедшие два года, как правовая клиника отделит, если вы зайдете на сайт, вы просто увидите столько законопроектов, экспертиз, каждый второй содержит в себе коррупционные ловушки. Каждый второй. Поэтому, исходя из анализа этих законопроектов, я вижу, в чем заинтересованы люди, которые имеют право инициировать эти законы. Они заинтересованы только в продвижении своих личных коррупционных схем. Я могу это спокойно сказать, вот на основании, и вы это увидите, если вы прочитаете законы, то есть экспертизы наших законов. Ну и второе, я вижу, какое безрадостное, собственно, будущее у нас впереди. Но не хочу пугать, но на самом деле еще хуже будет. Знаете, почему? Вот вчера, пользуясь случаем Адахан Кимсомович, вы знаете, вчера мы закончили анализ законопроекта о нормативно-правовых актах. Это уже третья версия. Это третья версия. У меня вообще волосы дыбом стали. Вот если вы сейчас никто, Джорг Кукинеш, да, согласно вот этому закону, да, вы, вы знаете, вас лишают даже права инициировать законы без согласования, потому что согласно этому законопроекту, нет, теперь они легализуют это, то есть создается некая структура про администрацию президента, некий совет, да, по, в области законотворчества и все, все субъекты законодательной инициативы, которые прописаны в Конституции, они должны сначала подать, согласовать свой концепт законопроекта, вот в этой при администрации президента структуре, если она дает добро, то депутат может инициировать, если нет, то все, понимаете, это все, это, я не знаю, но это настолько противоречит Конституции, вот, вообще, вообще мы уже об этом писали, мы делали обращение в Джорку Кенеш по поводу, слушайте, ну, уважаемые, вы же основной орган в области законотворчества, ну, соблюдайте вы, наконец, свой регламент, конечно, мы долгое время, да, вот во имя стабильности, кстати, да, мы закрывали глаза, и поэтому мы, это, не работал садь Джорку Кенеша, вообще, Джорку Кенеш работал по регламенту, да, старому, который не был приведен в соответствии с новой Конституцией, но уже два года, новый регламент приняли, вообще, вот три, три законодательных акта, которые весь законотворческий процесс, да, описывают, это регламент Джорку Кенеша, это регламент Кабмина, и это закон о нормативно-правовых актах, вот что мы видим, регламент Джорку Кенеша, который был срочно, по-моему, я не помню, какая-то политическая там ситуация была, и, а, вот, вот в срочном порядке его, вот, в связи с политической ситуацией, его приняли. Я когда прочитала его, то, слушайте, ну, он же, он вообще не приведен в соответствии с действующей Конституцией, потому что по действующей Конституции у нас расширяется круг субъектов законодательной инициативы, которые в этом новом регламенте не нашли отражения. Как, например, вот, закон о прокуратуре и так далее внесен был, да, они вносят, вот там же ничего об этом, о процедуре в регламенте нет, или, например, в мультай, да, нет у этого субъекта, в регламенте нет у этого субъекта, то есть он фактически не приведен в соответствии с действующей Конституцией, или, например, регламент Кабмина, да, регламент Кабмина вообще там, если, вот, те, которые раньше работали в госорганах, я тоже возглавляла в свое время департамент, я знаю, что это такое, преодолеть отрицательное заключение уполномоченных органов в лице там, Минфина или Минюста было невозможно. Если Минюст дает заключение, что это противоречит Конституции, что там коррупционный, да, или правозащитный эксперт, преодолеть это было невозможно. В соответствии с новым регламентом Кабмина, плевать они хотели на эти заключения, понимаете, плевать они хотели, спокойно можно преодолеть. и кстати, в новом законопроекте о нормативно-правовых актах это легализуется уже через закон об МПА. То есть там говорится, что там сокращаются сроки прохождения, общественное обсуждение, если раньше это было один месяц, то теперь это 15 дней, но когда, если это инициируется президентом или Кабмином, вы знаете, вообще можно, вообще, и плевать мы хотели на ваше общественное обсуждение и на вообще все вот эти процедуры, вне очереди и так далее. Даже не раздается. Понимаете? Ну это, знаете, хорошо, это не раздается, это на практике, я говорю о том, что теперь это не легитимизируют через принятие законов, понимаете? Вот, вот ситуация у нас будет еще хуже. Поэтому я бы очень сильно сказала бы о том, что вот, ну, и при таком законотворческом зуде и то, что сейчас происходит, да, конечно, правоприменительная практика носят вообще просто катастрофический характер и вот эти дела, что по Азотику, что по Кемпирабаду, да, там, по блогерам и так далее, да, это, ну это настолько каждый день на слуху, я не хочу на этом останавливаться и вот в этой книге вы просто увидите, я такого, я не могу сказать, что раньше у нас не было политически мотивированных кейсов. Они были при всех администрациях, и при Акаеве это было, и при Бакиеве, и при Атамбаеве у нас было. но чтобы такого количества и таких грубых нарушений, вот вы знаете, я просто шокирована, вы знаете, раньше хотя бы вот этот принцип открытости судебных заседаний, да, он, ну все равно, худо ли, бедно он сохранялся, сейчас же просто следователь носит грипп секретности, если, чем больше там безобразий, тем больше вероятность, что грипп секретности повесят, причем постановление о гриппе секретности даже, и на каком основании, даже адвокатам не дают на руки. Почему? Потому что если на руки дадут это постановление вот этого следователя, он пойдет в суд обжаловать это. Вот чтобы нам этого не делали, мы этого не делали, нам это не дают на руки, мы даже обжаловать это не можем. То есть фактически людей лишают права на доступ к правосудию. Как бы это вполне ситуация, она абсолютно устраивает судебную систему, потому что для них меньше головников, потому что это политический заказ, заказные дела, и они говорят, ну вы, что вы хотите обжаловать, Чопункин, но нету же, нету постановления там. И вот в этой ситуации я не знаю, как это. Ну и насколько, насколько, вот перспективы этого, насколько у нас с вами есть вероятность изменить эту ситуацию. Вот давайте подумаем. У нас, у нас есть сильная, системная, объединенная оппозиция. Нету. есть, безусловно, отдельные люди, отдельные фракции, но носит ли она системный характер, не знаю. Я бы сказала, что нет. По каким-то вопросам она, вот, она выступает либерально, завтра, смотришь, она выступает абсолютно с другим трендом, да. Нету межсекторального взаимодействия. Если помните, когда оппозиция раньше была сильной, у них были очень сильные связи с тем же гражданским обществом, но гражданское общество сейчас очень многие лидеры либо их отстранили, они тоже находятся под очень сильным давлением, под очень сильным страхом, они боятся даже приблизиться к Мадумарову, да, или кому-то, кто вчера там выступал с критикой чего-то, да. Вот. И, безусловно, возможность, что вот это усилится взаимодействие, тоже вероятность очень мала, потому что оппозиции раньше было все-таки надо признать это, это не в качестве там оправдания, да, слабости оппозиции, но было несколько легче работать, потому что ну, не было цифровизации, у нас такой сильной... нет, сажали, сажали, но, извините меня, вот сейчас, чтобы, чтобы, сейчас же, что такое кемперабад, да, это прослушка, да, фабрикация дела, да, но сейчас у правоохранителя есть 24 часа в сутки просто наблюдать за каждым в этой стране, поэтому возможностей, вот как бы кооперироваться, обмениваться, встречаться и так далее, они сужены, понимаете, поэтому цифровизации тоже надо относиться, как вам сказать, к сожалению, многие относятся к цифровизации, да, только с технической стороны и видят в этом смысле только плюсы, вот в аспекте прав человека мало кто расследует, хорошо, все, закругляюсь, поэтому я бы рекомендовала все-таки думать о как вам сказать, о том, что надо делать, не о констатации того, что есть, а что надо делать и каковы у нас, есть ли у нас вообще стратегии по изменению ситуации, вот, ну, собственно, время, я не хочу утомлять вас, поэтому, ну и внешний фактор тоже не способствует, я вам честно говорю, что внешние факторы тоже очень-очень сильно, все расценивается через, через призму российско-украинского конфликта, и многие, и международники замерли сейчас со своими программами, да, потому что все смотрят, как закончится там, поэтому и внутренние, и внешние факторы говорят о том, что перспектив в ближайшее время по изменению ситуации в общем-то нету, с учетом того, что полтора миллиона уезжает, и уезжает, как правило, не только молодые по возрасту, а это энергетический потенциал очень сильный, да, и образовательный, все молодые образованные предпочитают как можно дальше быть от консажников, поэтому вот ситуация вот такая вот, но я не хочу на пессимистической ноте, меня часто упрекают в том, что я все время пессимизм вокруг себя рассеиваю, да, вы знаете, это, я всегда говорю, крызы это богоизбранный народ, потому что, нет, потому что вот при том, при той способности управлять государством, да, которое есть у крыза, точнее, при полном отсутствии вот этих качествах, да, вообще нас уже давно по логике вещей любой другой нации уже бы не было, да, вот, а мы сохранились, поэтому мы богоизбранные раз, и второе чудо иногда бывает. Спасибо, Шопонзиновна, и я хочу слово передать Адахану Ксамбайовичу. Ну, тема в этом конституционном, он вот их сгон, так среди, или, мен жена мандайбер басында айттим, конституция везу нючешай, без нючешаймз. Бізге, егер ушыл 7 миллион калк болсы, анын 3 миллион 600,000, 18,000, дэн жоурулар болсы, ошоунын 1,0% конституционного оккугаан болсы, бұл нючешаймз. Бізде 1,0% оккувай. Оккувай, нючешаймз. Нючешаймз. Конституция дэвай татавыз. Конституция войнчар бізде Кыргызстанда бір гүнде жасаймз. Аар кім келген өзінін оққатын өзі жасаймз. Кайси президент конституционын қарманғы. Эйч кім қарманған. Кайси конституция Кыргыз жаранына кепілдік бергі. Эйч кім кеберген жоу. Ана мен Чоқпан Един үнанын айтықан сөзінен ұлам конституцияға тұттақа айтайын. Парламент алсыз деді тишсіз деді. Аны біз айты кіле тағысын. Күдайдың құтпыты күн айтайыз. Мұны ол туғырамес алғатасын бар. Бұл туғырамес бірақ агрессивті көмчі көпшілік бар. Білгенін жасайды. Ана шынды. Системні аппозития бар деп сұрау қойды. Бар садаған кетейін. Бар. Бар. Садыржапару айтқан деп айтып жүряттеген деп 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 айтып 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 бірақ айтып 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 деп деп ағы айтып ің іні айтып 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 кеміші деп айтып тан Ed деп тү кізлип айтып айтып отаку паркс Мадума рифа меня не дал, что такое. Здесь можно меньше. София-то садится в Альянс Фракса. Альянс Фракса, говорит. Далее Мадума рифа и говорит. У нас не верю, здесь нет. Продукт в Альянс Фракса. Продукт в Альянс Фракса, говорит. Кадриес, как говорится. был там. Кудайга шугар, кытый ри var, лтый ри var, башкада кытый ри лар вар. Емин конституция гайралавыз, конституция войнчак, битун Кыргызстан еки позиционы нын каттой тута выз. 44-й билен войнчак, бит январда вердик конституции в Кыргыз республикасында пенсия, жолек пулгар, пособиалар, ем тюмэнкі керектери кыргызстан кем болгой деп деп дурады. Берёв, еки жылдан бер Алпазит сааткар байды. Егер без парламентиктен президентик көртсек, битун дэй дюкті, чекекер пашынменен чоопериндеп античті алазамады. Античті сағал кэнси сааткарда отаваз бэс. Ал менің, мадумарахтан талавам ессал, конституцианн талавам. Ем тюмэнкі геректери учу куржымды, мен акыл чапараттан сурадым. 6800 деп чооперді. А ем тюмэнкі пенсия қанчы десен 1200 деп. Демек, 5 ессі аз болват бай бай. Дагы бір жолайдам ұрматті замандаштар, бұл конституцианн талава. Егер конституцианн бір белене сааткарылбаса, андал конституцианн ұрматтің қойшындайбар. Біз бердік, данварда, карават, антутағыз, мінтутағыз, мені ұрматтығыз, кақшырак қол қойшығырэк, мені ұрматтің үңдайбар қалыптыр, ұшығы менен, созып-созып-созып келдік, лағылығы қаралылыя. Ақыл чапарап вір герекен, заманда қарат берді. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Президент, превосходящий. Но это не только в Курлтай, но и в Конституционных мыязах. Если в Конституционных мыязах, президент, он был в Буйруху, в Курлтай, он был в Курлтай, он был в Курлтай. Это превышение полномочий. Это вмешательство законодательной ветви власти. Пока еще не принято Конституционный закон о Курлтая, он не имел права созвать Курлтай. На что мы указали и подали в Конституционный суд. Потому что в Конституционных судах Бергик. Мы не хотим говорить о Бергенбис. Григорий Чайов. Было в Курлтай. Было в Курлтай, в Курлтай. В Конституционных судах, в Курлтай, в Курлтай. из-за этого президента Bir-Гиби дали «какшар», 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 «наград», «девыми –девымиы» «онеть». «Но уже не важно, «Отвардия», «неe чад». Конституционный бузык жолы менен регламент жолында айтты. Без кақшап 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 келдик. Егер де бир жылдын ичинде өз регламенттен қауыл ала албаған мұндан өткен алсыз, мұндан өткен саватсыз, мұндан өткен ерксіз жоғар кенеш болған ба? Жоғар. Анайсақ Апсаматычы көз жолық депутат болғандын. Біз жоғар кенеш гелгенде бір жұманın içіне өз регламенттен қауыл алатық, ойшуануң ічінде үштеп кететтілек. 1 жылдан ашқ жүрді мұн ойжетінші шахқалышыр. 1 жылдан ашқ. Емірге үшінің тіздетіп, кен өз регламенттен қауыл ала қойшыр. Кемправаттаратты ратификатса көліп өткен еркен. Почему это был ретикат? Скажите, казино, я был в прошлом году и, в прошлом году, Катерин, Элтоерин, и других, и Кудай, и жал, и отца, и Аджи, и ищем, ищем, ищем. И в кампании 54 миллион, и области в Кумаркан, и в первом лицензии, и окун, и берем, и обладаем. Ак-Золтай. Масуль, илька, и жал, и жал, и жал, и жал. Оппозиция, жал и жал, и жал, и жал и жал, и жал. Жашават-ау, жағват-ау отыра вер күргіз айлама. Бекапар бол, тинч бол. Бердем олсын, етият бол, етият бол. Разақыфтың сөзіменен айтты ме? Мен етият бол, ойын, сен етият бол. Бұл етият болсын, не ме? Кыргызстан етияттықтардың үлкөсіз. Атшу түшінде күшінда тұрақ. Біз айтауыз, дейуіз, көрсетуыз. Бұл еттің керемет салқар сөзі бар. Еркеліктен не пайда? Емшем дегенден ем не пайда? Тайанарын болмаса, еркелерін болмаса да? Айткандан не пайда түшін орын болмаса? Колды орын болмаса не пайда? Ошолы айыл, азавын жеваткан айылға, жетекшілер бар сайлының айын арқасынан таңдай болып, еркелері баты беретті? Анан өзің бержақтан тұрғойлы еткен сізді, сен башқа дүніңізге шауыз қандырсы, мүмкін. Емі конституция дейбөтінде есі? Құшыл конституция ойынша, құрылтай чахыруға оқығы жоқты. Сіздер да құлақ салып тұрсаңыздар болып, айылға құрылтай жүргерді батыды құрылтай, құрылтай чэчем құлалатта, естім бетін үргызстану жүрген қалавынан айылы. Қүшінші мақсылемді ДҚалпан едіңыздар, жақтұрғы жару құрылтай, при нашем молчалиевом согласии. При нашем молчалиевом согласии происходит. Мы не готовы. Общество, я еще раз говорю, что общество, к сожалению, не готово требовать, контролировать власть. Не готово. А если он контролирует и отбойлась, мы не готовы, мы не готовы, 25-26-совын алпарып, кормок койды, мы не хотим, мы не хотим. Мы хотим. Суын, желын, барын, мы не хотим. Барын. Ушел кайдыгабик. Был этот путь. Ушел кемпироватый ратификация, грубейшим нарушением Конституции. Грубейшим нарушением. Придет время, за это они будут отвечать. Почему они боятся? Почему они именно в правительственном доме создали ботфабрику? Почему у них именно столько там фейк джанглыхтар? Бутын фейк, 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 бутын жалган. Все бутын дэй, арам менен гелген бейлік, адал, бейлік, дюргизалбай. Арамдык менен гелген бейлік был. Ушел, ачык айттан кишени, герутасына, ремни олутан, бірақ, мен терем тазим этіп, гетчі, рита, карасартуадак екір бутат, ақыл, айтпаев тағы екір бутат, манаушол, төрт-пешіле кишіге керек бі, біздің жерусе, біздің сұлғыз. Манаушол, конституцианы, одуң түрді, бұзу менің гетті. Регламент бұзылғаны әйтірсемес, конституция бұзылға түрді, демнічін? Шегер аны анықтыу, үттім кемемес қалпыудан дейін қауыл алынады. Үтш оқудан кемемес оқылышы берегі. Үтш оқудың, әр бір оқудың ортасында екі айдан кемемес оқық керек. Бұл ташқы тамында жазғандай басылып тұрады. Үтш оқық кенеш, 3 секундда 3 оқып берегі. Қолына қармавай тұрап, қолына қармавай тұрап, оқып берегі. Үтш оқып берегі. Үтш оқып берегі. Үтш оқып берегі. Кім? Кім? Бұл қаққайдан, әлдейді. Баланчының тайы кескен, түкінчінің не вересекен, мұның өкілі олғыкен, менің цездемдің бөлесінің досу ола түкен, мына ғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғҚүкіккін, ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Мен каше гелгенде, отчет беретканда, сурай вердим, «Баш прокурор, конституция сақталды му біз?» Деді. Чоуын уқытың аре? Уқытың ардай, мен жалғыз дешевайым ка бұл өлкеде. Конституция бозылды му? Президент, аны, вактулу, кызматтан чеклетишке, бар бі конституция бойынша? Йоқ. Конституциялық мизам, баш прокуратура жоңында күм ұйзамды, президент 3 күнгі, 3 саатқа, 5 саатқа, ажатқанаға барып келгенше, қызматтан бошалтығы ауқығы бар бі? Жоқ. Бірақ бошалтығы бі? Бошалтығы. Емін үшін, министер менің досы. Досы барларға болады. А досы жоқ түріндеғылады, деп айтпады мүмін, байпыштар. Егер бізді конституцияда жазылып тұрғандай, біздің баш прокуратураны, баш прокурорды, жоғырқы кенешттен башқа ечкен бошалтығы бай деп тұрса, жазып тұрса, ошоны бошалтығы отқандан кейін, біз қайда орауыз? Жарандар, айтқылач? Қайда орауыз? Құшыл басиллер көтерілі ұтауы? Тақай көтерілі ұтауы? Құшыл айтылботаул? Құшыл айтқа, 뭘 айтылбот那ған ғилдер, жосқан бұл құшыл – Құшыл басалып, бетін Құрғызтан мүшін бір, Құрғыз Республикасының конституциясы түк-түк, Құшыл біргізді ағы 一т consequences. Құлығызins атұш әйтіңіз. Мы об Качаилл, где certain Ибнамины, их не донат. Сот системасыны загороды, дела? Чечнекай! Кииии! Чечнекай загороды, 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 Тель-Авив, Ерисалим, выс崖 израил, Бетына израиль, кочакл двррррррррррррр, тюк котырл, Олег бояке. Шол егза атакен, цыквы. Я не даю реформы. он выгодный ампийский и очень быстро не стоит когда здесь но иил во втором сегодня вас вы первый конституция и в в в в в в т вас у Вот то, что кроме Сгановой, Кольщады. Германия. Украина на берегу, Вкратные, в đóю украинадан без квадрата, украинадан, в tonах украины, тут нет. А мы не хотим? Из-заcios. Из-за полингора, Батрондар, баасын, басып, биздің дейқандар саталбай қалды десе, сен бұзықысын, сен провока кірсін, сені соттош керек, сендейлерді қамаш керек, деген сөз қыр. Ма жанында көтірген дейқан, ии, жақшы ол бұл бұл, ұшылай кетті, мен Айкпай турғаным жақшы олған ол көн, деді. Манастын ұрпақтары, ба атыр ел, қатылғаның, қатылғаның қолға вергенің. Біз, өткөм менің ғана саймықтан ауыз, қазып көз менің саймықтан алығайыз. Сөзімдің ақырында ұшылы мен аяқтайын. Бұл керсі жазып келгемі, бұл жерде статиялар бойынша жазып келгеміз. Бұл турғыштайтын келді. Теорияның емес практикан айтып, қайтын келді. Біз, қазақтыңдың Иллиас Есэнбірілінен ақының ішазып келгейдің ғатымын, егің Жазып келгейдің қазақтың қазақтың еңилась тұлай қазақтың қазақтың үші жүүң қазақтың, қазақтың қазақтың қайпытаң е Κұғ 커саба жатgan, Бутын дэй Казақтың 300-дюгін биректеріп, мамлекеттүйлікті күрган қамыш ол, аблай. Ошын жанында Бухар Калқаман олы деген, Бухар жыраудып бөт, ошын дэй Ақылманы олған. Безден қалығыл олыясы олыясы олған. Біргін әртеменен тұрып, Бухар Калқаман олын чақырат олыян. Мен түнде керемет түш көрдім, дейді. Бұл әртемен ұшын чалып, ғиын алу отам, дейді. Көйдөнім қысылу отады. Бұл не болған белгі олды, мен ұшының үшін алу байтырам. Ақылманым, олыям, ұшының жандырмағын айтшы дейді. Қандай үш көрдіміз десе? Мен үшімді айабай қатты ақчағып аратсам, қақ маңдайымдан бір жолворс шықты дейді. Қашол жолворсты қуып барып, жетіп, құрсағын жара чапсам, қылышмынан, үшінен бір гөкче алып, қарышқыр шықты дейді. Қарышқыр арық арай қарышқыр шықты дейді. Аныда қуу артынан жетіп барып, жеткенде құрсағын жара чапсам, үшінен бір түлкі шықты дейді. Түлкі керемет түлкі көкен, ал қашып жөнеді. Аныда қуып барып, жетіп барып, құрсағын жара чапқанда, майда барат құрт құмырсқа жер дүйін өдіпетін қаптап көртті дейді. Бүтін құмырсқа қаптап көртті дейді. Бұл недеген белгедесе, недеген айам дейді. Десайтат қаным, Қашол сізге жол құққан арстан, жол борса өзіңіз сіздейді. өзіңіз сіз. Өзіңіз сіздің баламыз құққа қарышқыр қыртті дейді. Неверлеріңіз түркі құлаптты дейді. Аңдан арық қарай үріп бақтарымыз бәлекетке жарымаған құрт құмырсқа қалып, жер бетін қайынап көтетті. Әшіттіңіз қалмай, қасет қалмайты. Майдаланық көтесін өртті дейді. Орғғыңыз еліміз майдаланып көтетті. Менің қарамыз, абл-айдзң баласы көк жал қарышқыр қасын қан. Керемет. Нақ түрік жал қан. Аңың баласы кем? Кенесары. Китай, Кыргыз, 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 Кыргыз. Возвращение к нам. Возвращение к нам. Компаниях, Кыргыз, 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 Кыргыз. 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 Кыргыз. Кыргыз, Кыргыз. Кыргыз. Кыргыз, Кыргыз. Кыргыз, Кыргыз. 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 если успел. Если не успел, он вернет на ворованные, и все, его брастят. Ну, какую часть, не знаю. А человек, который кому-то глаз набил, синяк поставил, он будет сидеть. Синяк-то уйдет, но он будет сидеть. Или своровал там мелочь какую-то, но у него это другое. Он будет сидеть. И 18 тысяч людей, которые находятся под стражей, получатся там вообще интересно. Сегодня у нас юридическая практика, судебная практика очень любопытна. Она может со временем стать учебником, основой учебника, как нельзя делать. Ну, я не знаю. Я 6 лет учился на заводственном юридическом факультете. Я знаю, что нас учили, что так нельзя делать. Спасибо. Спасибо, Искаков Саматович. Да, пожалуйста, слово вам. Спасибо. Игорь Михайлович, директор А.Семкин 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 У нас все. Талкосы нет в iPhone, 99% нет. Ничего нет. Если нет, произведения не будет, Вы contested разные слова. Чаырглаши, сураглаши. Все諒гzen, продавцы на дети. Мы сгодим, что мы сгодим, что нет. Мне больше не пjas, но это без плач. В данном случае? Аring away from school, ага, Аксакал, кимат кюрбе и говорит, айтınız чинага? Колумда кагазы чок, чеким кагазы чок. Ушуга доууш белгиле десе, ушуга доууш беруаткан парламентті. Мен айтурпаймы, чок дегенде кагазды колуна арка карма аптурып, көрді бар бошону, чок. Айтты. Анаңғаңтіп, біз сіз токтатулағыз, айттыла шөйлем айтураймын. Канту токтату. Сіз адыр, ақсалқал, күйіміз көгірсамыз, аппозиция бар да сіздеде лейімізді. Но, жене, ау, бұлалтун басшыс. Ау, оқшо кеші айтса, сізді балдар ақыры төрін әміл көйет, сіздігі ататуыра мәсетіп көйет. Андай балдар төп дәр жағар көмешьді? Спасибо. 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 Бұла қыл. Бұла қыл ET. Если,ab Security, Бұлpa қыл. Быстрейдер, не трябай! Мы будем соняты, мы будем сношат. Эйл чечет. Кинесы чечкен жоқ. Пример чечкен жоқ. Эрдоганның бір сөз жағат. Жаштар менең жолышқанда айтпады ол. «Окмет келсе дағы тизеңді жерге тигізбе» деді. «Шеголеведе». «Мен келіп маңдайында тұрсам дағы тизеңді жерге тигізбе. Шеголевед жаштар» деді. Сен бір қана жаратқанның алдында тизеңді тигіз жерге, «Башқа дүниенің кай жердіңді тизеңді тигізбе» деді. А біздікілер қандай ұлы тат? Ол ұрматты ұтада ған кетейіндер. Біз өз өздің бәленім бар өз өзді. Кыргыз тілі жөнді мұйзам талқулағандыда айттым мен. «Мен қыргыз болсам, сен қыргыз болсам бүйт қыргыз болып ба». Бірақ сүйлі бәйт, бай ұз ба? Аға мұйзам қаула алыстың, керекі жоқ. Кәжеті жоқ мұйзам қаула алыстың. Сен қарама қаршы қой ба, біздің тілді бөтін тілдерді. Біздің елді бөтін елге қарама қаршы қой ба, бұны саясат жаса байлынайын. Гөйбайдат, ооо, жакшы жакшы, ексапты оқшаштырып, күйіл ұштырып, ұргыз қойған болса, мұна, мұқтының мұқтысы ұшыл жарайтыкен деп күйкірі берген. Сәлі жанчы кетіптің керемет сөзі бірді. Беш ташпаканы көйверіп, кім бірінші келсе күлігіме күлігім деп сөзі өрбе шығырғыз дегенде. Керемет сөзді өшіл. Ошанғықтан, біз бірінші бейлікті көзім өлігі алуын қағалайыз ба? Кеп үшінді тұрайын. Айл өкметін, айл өкмет көзім өлігі алыш керек. Районды районның жасылшылары көзім өлігі алыш керек. Анысыз бол бой. Анаанбғы өлігілді өлігі алыш керек. Кәчен өлігі алғыз татуайын? Эл өйгонып, Эл өзі өз өгін қолғалып, Эл өз тағдырғғы өзі чекіп, Эл өз бактысы көзі греші баштаганда. Ошанғы бактыл өлігі алғыз. Рахматып. Ну я не знаю, это вопрос такой. Ненінію ісіпот. Нет, я сказала, ну, мы же это, народ это, мифы любим. Мифы любим. Мы вообще мифотворцы, и мы любим мифы и легенды. Вот это самый главный персонаж мифов и легендок, даже не человек, это всегда чудо. Вот к рызам, на самом деле, вероятность того, что в ближайшее время при той миграционной ситуации, при внешних факторах и внутренних факторах, я в своей речи об этом сказал, перспектив я не вижу. И если честно, вот то, что Адахан Кимсанбайович говорит, да, еле он вон дом, да? Ну, если честно, то я и этого не вижу. Я не вижу это. И вот к рызам же, это же, опять же, вот имбурсу было, вот, куда я говорю, все это к имбурсу, да? Вот мы же это, с одной стороны мифы и легенды, с другой стороны пословицы. Все. Я не вижу перспектив. Верьте в чудо. Салмас Тарбе. Нурдин, я просто, последний вопрос, мы просто переходим к следующему этому. Журналисты, корондық пирикмесе, 72-ден 22-ге. Анау, сіздің ой, шау, бүшіндің конституция, 21-ші, халуалынған конституцияның ұшуа тасили болды? Нурдин Мұрдан, мен гетчің кандай конституциіан тесесі жоғы. Аға қоғым гана, қоғым бөзің үлгілақ, қоғым талаппылалап. Роль личности в истории еще никто не отменял. При самой плохой редакции Конституции придет мощный, вот как Аксакалов заявил, что Розатов говорит, что Розатов говорит, что Сталин Болышкий, Ленин Болышкий. Роль личности. Без, как сказал Розатов говорит, мыamente мифы, мы также слышали, что мы просто объясняем, что мы сломали. Мы уже познакомились. Это было безусловно. Адлилеты, наверху, Южнадьберяна, и шутеревны, вот, аж сакалов. Что случилось, мы ее отнимали, мы тоже отнимали. Работали, у него оцепевят. Мендели чар-чар, сейчас мой дайдер отбай. Кольдин эли не варсам, Анан Талас дни эли мынтиптирдары, Кольдин эли мене жол куттым. Кольдин эли чок, Кольдин тургундары вар. Кольдин эли чок, Кольдин тургундары, Кольдин чашовчалары вар. А, без бир елибизг о, без киргиз елибизг о. Бир елибизг о. Мана, он шум дай, голы, бөліп, чарып, бөліп, чарып олтурып, Калаганнад. Ага, говорите, что это долгое дело, когда люди чувствуются. Много человека, когда люди чувствуются. Это было долгое дело. Тит и чулам, кол-сундрам, клюнг дюкоккасапрам... Анан, не дадите? Ага... Ушим далее, влогон. Анан, Манас-Нурпактар, чок-калды. Анан, уху чок-чок-калды. Анан Что же я, когда у меня есть профилактика, то есть, кто идет, что я идет, кто идет, кто идет, то есть, кто идет. Я не хочу урпак, они не урпак. Я не знаю, что бэкера, а бэкер, урпак, не урпак. Я звоню, но я не знаю, что урпак. Я говорю, что урпак нет свободности. Хочешь быть свободным. Будь. Потому что из Синовой шерсти, адам, он у него бақытсы, журеуге еркен болмай, он у него бақыты болалбай. Абе Али бен Сино, мамдай, жиынтықчары отады, бириле гүнді, бириле неден, бириле атадан туылған, егес қозыларды бақытатты. Бақытат, биржашқа салған, гүнді бірдей су веред, бірдей жемберед, бірдей чөп беред. Айырмас ұшыл, бирөсі айабай тез деп, тұлып, керемет болып, жүні жылтыла бөс ұтады, екіншісі, гүнден-гүнгі итерейіп, гүнден-гүнгі арықтап, орып жоқ болуыдады. Емінеге, сей емінеді, қыраныз, манивәріңіздер, ұшыл жерде ұлы ғой жатады. Ұлы ғой жатады. Тек қана бірөнің жашығын, ұшыл қармалып тұрған жашықты, ары ғаратып қойған, бірөсің бірі ғаратып қойған. Ары ғаратып қойған, қозу күнден-гүнгі секіріп, мамында болып, керемет болып жылтыла бөс ұтады. Себі аны, тау таштарды, шарқыра өті, асып қан суыну ағы ғаттан, мұна ғашыңда керемет, жатылыш тарапты қаратып қойып тұрған. Абер жақтан күнден-гүнгі чүнчіп, жегені-желім, ішкен-гүнгі ол батқан жақты, мұнда қаратып қойып тұрдары, бір 4-5 метр жерге, бір қарышқырды байлап қойып тұр. Инстинкт. Қарышқырды қарап отырған қозу, қуек қғылы сарыңы күндөң гәжіғады. Абез қарғыздар ғылып қатары қүндөүнгі гәжіғат Ауызғы бир қарышқырды қарақыт қырда, ауыз bor да? Біздің үшкенің үйдім болады, жегеніміз жғелім болады. Мұндай, шыынығы еркендікті сезмейінші, Адам джурёг и еркин болмайничал бахтсин сезбейт. Жириновский город мусор, альтывай, я абсолютное счастье почувствовал. Я счастлив, я прожил счастливую жизнь. Ибо я всегда мог говорить то, что я думал. Вот это величие. Всё, что думает, то и говорит. А без Кыргызды дымпы и вольтры, то и говорят, ой, узбашка жакта, брёк тилю избашка жакта. Себег дастуркон солгоны мужчины махта жак. Махтағын геліби етат броқ махта жак. Сені махта деп, микрофон карматк койа. Бүт бүт деп, агаңан канадаға отырғақы отырасын, кандай garаға ойнук дейіп кендібі келдік келен біздің гелігіндің келдігітаң. Агаң, яттігандай бүшіптір, дастуркон кандай цаоқы алк тір. Ойны-гонды-ойныя албай, тойлы-гонды-тойлыя албай. Теуэле бір, тетеуэле жүрэуэстэ. Гелгіле чында еркендікке чығалык, жарықтыка чығалык. Егер жараттанға ешенген болса, гандда ұшыға ешенелі. Мұндай дейді көр. Егер жараттан өлчеп берген суғысынан бір тамчы гемич албайсын, жараттан өлчеп берген суғынан бір тамчы біреу қоштыр албайды. Демек, жараттан өзі, жаналыч өзі. А бізде кепкегегенің барын жаналычыға тарында көр үлі қачұтпайыз бұтырқынан. Аңсыз жашеуының рахатын сезбейіз, тузын татпайыз. Мен ұсу еркендіке чахырап. Баққылу алғығығығығығығығығығығығығығығығығығы. Рахмат.